Ну что ж, мы с хостингом с вами разобрались, сейчас переходим к установке системы. Напомню, что для установки системы нам нужны данные, базы данных. Базу данных мы с вами создавали в предыдущем уроке. Сейчас наша задача подключиться к нашему серверу по FTP, закачать туда файлы, в частности у меня комплект BuildingMaster 2.0 VIP, и дополнительно закачать файлик unzipper.php. Просто на VDS нет файлового менеджера в панели управления Vesta, и там распаковать архив мы не можем. Распаковывать архив на компьютере и закачивать по файлово – это слишком долгий и муторный процесс, к тому же могут быть ошибки в передаче. Поэтому мы закачиваем архив с дистрибутивом и специальную утилиту для разархивирования. После этого мы с вами открываем браузер, вот vgmail.teacher.ru, и дописываем unzipper.php. И единственный архив, который у нас здесь есть, как раз выделяется. Предварительно только. Давайте удалим файлик index.phtml и robots.txt. Они нам не нужны. Можно на самом деле не удалять, а их вот таким образом отменить их действие. Добавить тире. Возвращаемся в браузер и нажимаем кнопочку unzip архив. Все у нас распаковалось. Сейчас обновляем список файлов. И как видим, у нас архив на самом деле распаковался. Возвращаемся в браузер. И переходим по доменному имени. vgmail.teacher. У нас сразу поставляется папочка install. Если не поставилось, то допишите. Установка простая. Нам нужно просто внести данные нашей базы данных. Для установки и работы системы нужен ioncube. Он по умолчанию установлен на 99% хостингов. Но если вдруг его нет, то просто напишите хостеру, чтобы он его активировал. Но, скажем так, этот инструмент поддерживается всеми хостерами и дополнительно как-то его устанавливать не нужно. Итак, пишем имя хоста у нас localhost. Эти данные из предыдущего урока у нас остались. Имя базы данных, имя пользователя и пароль пользователя. Дальше вводим данные администратора. Александр. Логин, например, А.Куртеев. Пароль 123456. И e-mail введем. alexkurteev.sobaka.mail.com Ключ админки для того, чтобы защитить дополнительно админку. Сейчас вводить не будем. И вы на начальном этапе тоже не вводите. Потом я покажу в настройках, где ключ админки можно ввести. Протокол соединения HTTP или HTTPS. Вероятно, что на стадии установки вы еще не подключили свой сертификат. Поэтому ставим просто HTTP. Потом переключиться можно будет в настройках. Дальше. Нам нужна лицензия. Чтобы получить ключ лицензии, нажимаем кнопочку «Получить ключ лицензии». И указываем здесь домен сейчас. В процессе записи урока кнопка еще не стилизована. Но это не влияет на получение ключа. Я сейчас добавлю домен и нажму «Получить лицензию». Итак, копирую ключ и вставляю его. Нажимаем «Установить». И установка у нас успешно завершена. Сейчас нам нужно удалить папку «Install». Переходим. Выделяем папку «Install». И заодно удалим наш архив. Он нам не нужен. И файл «Unzipper.php». Сейчас можем перейти на сайт и перейти в админ панель. На сайте у нас, как видно, пока нет ничего. И есть админ панель. Попробуем войти. Мы успешно авторизовались с аватаркой Ведьмака. Итак, установка Billing Master закончена. В следующем уроке мы с вами произведем базовые настройки.